Где пределы крымношизма и есть ли они вообще? Почему российская оппозиция такая же в отношении Украины, как и у Путина? Наш московский корреспондент Данил Русаков с подробностями. Он давно не делал громких заявлений, разве что суды, по нему мелкие комментарии. Вдруг Навальный заговорил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-кандидат в мэр столицы и по совместительству провалившаяся надежда протестного электората порадовал слушателей крымношизмом. Навальный под домашним арестом в статусе обвиняемого по очередному уголовному делу. Там фигурируют компания и фраше. Навальный назвал Ходорковского своим союзником, пророчил российской власти Нового Горбачева, поддержал необходимость европейского пути развития. А потом вдруг всплыло это. Реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя и украинцам. Я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем. Не станет частью Украины. Я пытался встретиться с Навальным личным в течение всего дня абсолютно безрезультатно. Мы дозванивались его пресс-секретарю. В итоге уже в письменном виде получили ответ, что из-за условий меры пресечения интервью не даст. Даже по телефону, как эхо Москвы. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. У них, они лишились двух миллионов избирателей, которые тормозили это движение. Коллеги по либеральному лагерю тут же отреагировали. Депутат законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский упрекнул Навального в легитимизации воровства. И вот, что он рассказал нам по телефону. Кстати, союзник, по словам Навального, Михаил Ходорковский, придерживается примерно такой же точки зрения. Я вынужден от себя сказать, что ни один политик тут, в России, при каких бы то ни было обстоятельствах, сменившей Путина у власти, неважно, скинет ли он его или Путин уйдет сам, подчеркиваю, ни при каких обстоятельствах не скажет «Крым не наш». Воров в законе тут время от времени ловят, но вот воровство таких масштабов в законе есть и было. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok